ребят всем здравствуйте вашему вниманию сегодня я представляю две вот таких орхидеи которым также необходима моя помощь достались они мне опять же в наследстве того что по приходу у них случилась корневая гниль видите насколько корешочки они плохие подгнившие правда я не записала с каких времен они у меня но уже более двух месяцев за это время данная орхидейка нарастила себе корешочек и также вот здесь в грунте у нее есть еще новый корень и также в этом месте от основания проклевывается новый корешок конечно я буду вам ее показывать но уже следующем видео потому что состояние у нее так скажем не такое уж и критическое как у той у соседней конечно необходимо ее будет пересаживать потому что видите лист и сам тургор он у нее потерян но опять же по причине того что корневая система она у нее страдает и только недавно она начала восстанавливаться сил как бы хватает ей на восстановление но не совсем давайте посмотрим вот на эту орхидея какое же у нее состояние корневая также в плохом состоянии очень много сгнивших почему у той орхидея получше потому что там даже внутри грунта корней побольше а здесь вот так и буквально лишь недавно только только вот здесь от основания она начала наращивать себе новый корешочек и соответственно сил ей не хватает на восстановление видите тургор потерян и необходимо уже действовать необходимо пересаживать конечно нужно было давненько ей помочь но в силу своей занятости только сейчас до нее добралась ранее эти две орхидеи я лечила все это лавину результат как вы видите нормально гнилостный процесс он остановлен но если точнее было сказать что сгнило то сгнило что осталось нормальным здоровым то осталось и сейчас конечно ее отсюда уже достаем мох как вы видите он увлажнен перед посадкой обязательно мог должен быть мокрый ни в коем случае орхидею не отдирайте когда здесь сухо иначе то что у вас здесь есть она может повредиться потому что бывают такие случаи когда сам корешок пока растет и он своими резомами насколько я правильно говорю он может в прилипнуть именно к самому кашпо горшку ну в общем в том в чем она сидит и это резома она выглядит именно как пушок сейчас его соответственно нет но по мере роста когда изначально корень растет он у них там образовывается приобрела себе вот такие крутые ножнички специально для орхидеи это не секатор я пробовала этими ножницами отрезать стволик на что-то более твердое и ничего у меня не получилось он не режет можно лишь только корешочки цветоносы опоры на данный момент убираю смысла пока в них нет именно сейчас я хочу удалить ей цветонос потому что ребят если честно он ей на данный момент не нужен бывает такое что на момент восстановления они начинают наращивать не листья не корни а вот именно из почек что-то гнать либо деток но деток в моем случае это редко в основном это цветоносы пусть силы тратит именно на наращивание корней и листьев цветонос убираем но буквально оставляю где-то сантиметра полтора от основания и обязательно место среза прикрываю перекисью водорода вашем случае это может быть толченый активированный уголь либо корица либо какой-то фунгицид например максим либо фундазол и начинаю мог отсюда убирать его потрошить здесь кореш очков новых как мы видим не наросло поэтому можно не опасаясь брать руками полностью за корневую систему я всегда говорю о том что если вдруг у вас как в предыдущей с предыдущей орхидеи внутри грунта есть новый корень и их активную корневую желательно не трогать и с ней не соприкасаться иначе они останавливают рост буквально быстренько много времени это не занимает конечно ребят сама реклама видите насколько являюсь ответственным продавцом и вся вот эта гниль которая она присутствует я ее оставляю конечно же себе продать орхидеи в таком состоянии ни в коем случае не могу вот что у нас здесь есть и давайте это все будем убирать состригать все плохое все гнилое конечно вам необходимо просматривать вообще изначально весь сам корень у даже можете убрать и по и тянуть вот этот вот корешочек он прям от конца до основания уже весь сгнивший случай конечно бывает разное бывает от основания гнилое далее хорошие их оставляем либо наоборот с конца плохой отрезаем от основания хорошие тоже оставляем поэтому внимательно если вы в особенности новичок стригите корневую систему крайне аккуратно вот допустим как в этом случае вот видите он здесь с конца идет плохой а далее он идет хороший я его также отстригаю в этом месте и далее уже трогать не буду в принципе если бы прикопаться да и посмотреть и казалось бы что здесь плохой черный гнилой корень но нет ребят когда вот идет прямо гнилостный процесс то здесь далее идет желтизна такие корни мы состригаем а здесь просто вот этого чернота это грибок который ранее когда-то был процветал но сейчас его здесь нет хочу вам показать пока также заметила вот видите здесь есть плесень но это все лишь потому что грунт был увлажнен достаточно и плесень во мху она может прорастать без проблем посмотрите он видите не совсем здорового здесь вот грибковость она еще присутствует и цвет абсолютно другой вот если вот так надламываешь там чернота значит гниль здесь еще сидит и вот так вот досматриваю досматриваем и дохожу где-то вот до этого места далее я вижу что корешочек вот этот он хорошие сереньки значит его оставляем а именно вот этот весь низ гнилой и плохой я его состригаю и также свежую ранку перекисью водорода примакивая она идет именно для обеззараживания также вот этот корень хочу показать видите здесь присутствует плесень и вообще я смотрю сейчас на корневую систему и понимаем что гнилостный процесс он остановлен не полностью частично давайте поработаем вот с этим корнем видите гниет гниет и вот далее идет зеленая захватывая здоровую ткань я здесь состригаю и также перекись водорода вот этот корешочек ровно такой же если его вот так немножко надломить видите там нездоровая ткань его в принципе можно под основанием до стричь потому что в посадке он далее загниет и вот такая корневая система у орхидеи остается вот этот стволик который здесь есть его можно будет также отстригнуть до здорового нормального корня вижу вот здесь цветоносик которая ранее был он не также в посадке уже не нужен его удаляю ну и давайте вместе с вами до здорового корня а это будет выглядеть именно вот так мы его здесь отстригаем ствол сам по себе хороший и на вид казалось бы сухой но нет все равно я сейчас обработал обработаю его фунгицидом чтобы были у меня конечно такие случаи когда вот я на казалось бы да все хорошо все сухо ничего ничем обрабатывать не буду но далее шел гнилостный процесс поэтому лучше всего будет мне его обработать на данный случай мы обязательно берем сильные контактные фунгициды в моем случае это максим можете брать фундазол я думала биологическим препаратом изначально все это примазать но нет возьму более сильную более тяжелую артиллерию и вот так весь стволик я его промазываю конечно можно взять кисточку лучше всего я конечно и возьму кисточку и с ней поработаю чтобы мне нанести фунгицид и тонким слоем чтобы подсохла побыстрее так и вот данное место также здесь был корешочек сейчас по копереке здесь шипит то же самое обработаю его максимом и тогда сюда никакая бацилла уже точно не попадет все остальное сухое все остальное можно уже не обрабатывать только данное место и пока у меня подсыхает максим и все другие остальные срезы я буду удалять отсюда все вот эти вот чешуйки это необходимо делать для того если вдруг начнет прорастать корешочек чтобы ему хватило сил пусть такую толщину прорасти но вот этому корешочку вот я смотрю ему силы хватило он нормально здесь растет и вот также если у вас есть такая ситуация то дойдя до этого корешочка лучше чешуйку здесь оставьте если я сейчас дерну чешуйку сниму то я оторву сам корень потому что меня таких ситуаций очень много было и конечно жалко все это и я думаю что лучше всего я оставлю чешуйку здесь на месте а вот я лучше вот так вот аккуратненько обойду стороной но прям драть и отдирать рядом возле растущего корешочка не стоит прям аккуратно по миллиметру все снимаю вот так освободила корень и вне камеры уже все дочищаю убираю все зачистила почему я снимаю чешуйки вдруг вы полив осуществляете неверно то есть шею замачиваете и когда вода попадает туда в чешуйку она же получается уходит во внутрь и там остается и тем самым опять же провоцирует орхидею на гниль вот эту часть от старых конек корней также можно отстригнуть но если конечно не мешает вы можете оставить но я уже здесь так эстетики ради чтобы все у меня было красиво я это все отстригаю и вот здесь вот видите был ранее когда-то цветоносик наверное нет я его не стану удалять потому что в принципе хотела отстригнуть но вижу что там идет маленько здоровая ткань это мне сейчас опять необходимо будет максимом примазывать сушить и время затратно так ты в принципе на него смотрю но нет ребят срежу видите вот здесь какая чернота она мне конечно смущает и потом буду из-за нее переживать и думать что не дай бог что-то здесь пойдет и прорастет лучше всего состригну пусть здесь даже место и сухое и хорошо что цветоносик он не полый то есть бывает такое что внутри как будто раз таковой кругляшочек остается здесь ничего нет все равно примажу для своего спокойствия вот данный корешочек он видимо здесь был сон со свежей ткани тоже все примакиваем вот здесь вижу однозначно у ствола свежая ткань и теперь вот в таком виде я орхидею ставлю на просушку обязательно ребят все вот эти места нам необходимо их хотя бы минут 15 в идеале час просушить чтобы ничего в процессе дальнейшего роста здесь не загнило лучше подожду и оставлю а пока буду подготавливать для орхидеи грунт пока орхидея у меня сушится я принесла вам показать одну орхидею как раз нуждалась она у меня в поливе вот видите корешки вот здесь вот такой есть беленький пушечек вот белый пушечек и вот с этой стороны его очень хорошо видно это и есть те самые резом и он видите сам корень получается что прилип так скажем горшком конечно в природе это необходимо именно корневой системе для того чтобы иметь сцепкость с деревом ну в нашем случае это наши горшки наши кашпо в общем вот так вот они выглядят это не что больное это все нормально хорошая и естественная и такие резома они конечно нарастают именно у активной корневой системы у здоровой и с момента просушки у меня прошло 9 часов потому что мне ребенок и не дал ничего сделать не дал завершить посадку и записать видео но она может быть и к лучшему зато все эти места они уже просохли качественно займемся соответственно посадкой необходимым подобрать на момент посадки когда у нее болеющая корневая правильный объем горшка это очень важно чем меньше объем вы ей даете тем быстрее она будет наращивать корневую систему я изначально хотела предложить ей вот такой вот стаканчик и посадить вообще по типу закрытой системы я здесь вообще для нее придумала что я посажу ее в кокосовые чипсы дам яйца флору замоченную в 30 минут как советует производитель ребят в итоге то оказалось совсем другая ситуация вы же видите сами что корневая это гниль она не остановлена до конца и в такой очень и очень влагоемкий грунт и я ее конечно же посадить не могу а все лишь потому что без того корневая гниль которая еще не остановлена она продолжит и будет таких влагоемких посадках прорастать и вот даже сейчас смотря вот на эту ее корневую систему я вижу и понимаю что здесь грибковость она сидит и мне необходимо будет конечно в дальнейшем это все пролечивать возможно данные корешочки они у меня до гниют ну что ж буду я конечно лечить и надеяться на то что они может быть останутся прежними и продолжат свой рост данный горшок он бы мне конечно подошел по объему все было бы хорошо но корневая система она вот видите немного расклешена в бок если бы она вся была прямо а здесь она у меня как балерина и в такой горшок она сюда вот прям не помещается вот этот вот просто лишь один вот этот корень он не мешает я его пыталась всякой разной здесь загнуть пригнуть но если я сейчас начну здесь у ломать то соответственно начнет вся эта система хрустеть то есть корневая и все-таки подобрала для нее вот такой стандартный от обычной я уж лучше ее загуглю пониже в обычную посадку я никогда не делаю никакие дренажные уровни в виде керамезита либо пеностекла я сейчас надо было вот такое прекрасное кокосовое волокно мне нравится и орхидейкам также приобретаясь ребят почта россии могу отправлять чем он мне нравится и также нравится орхидеям потому что все равно но и также можно до сказать что это будет именно дренажным уровнем когда я его укладываю на низ получается при поливе даже если в будущем все равно вот эта посадка она не временно она здесь на долгосрочную перспективу пока орхидея полностью не реабилитируется не восстановится конечно если будут какие-то погрешности с посадкой мне придется это все менять но я надеюсь что мы справимся и будет у нас все хорошо когда у вас происходит полив то получается но очень хорошая воздухопроницаемость он видите как как пружина и становится как воздушно такой периной сквозь нее очень хорошо циркулирует воздух и также на дно немного укладываю архиаты все у меня сухое волокно сухое архиата сухая обязательно пусть она у меня здесь выглядит такая темненько но я ее принесла с улицы но она оттаяла все нормально не холодно ни в коем случае иначе я просто-напросто заморожу корневую систему вот так немного укладываю и ставлю помещаю сюда орхидея данный корешочек он не будет перегибаться и ломаться он у меня на данный момент является одним из самых здоровых и вот так вот немного надавливаю на орхидею чтобы ее туда пониже усадить засыпаю архиаты старый ее мог я обязательно добавлю в посадку я ребят такое практикую вот что хотите мне что пишите что да здесь гнилостный процесс он был и все такое но как ни крути это ее родная микрофлора и все равно по моему мнению орхидейки лучше всего адаптируются когда они имеют свой какой бы он ни был но старый грунт буквально немного поближе к корням желательно к и тем которая более менее здоровые вот столько будет предостаточно больше не нужно потому что мог он же сам по себе очень влагоемки и в будущем при поливе он будет держать воду сильно тем самым провоцировать именно корни на гниль а нам соответственно это не нужно мы орхидею лечим также я ей буду предлагать сюда циафлора в наличии ребят тоже есть сухую весь грунт у меня сейчас идет сухой немного одной горсточки ее хватит циафлора она будет давать орхидеям питанием потому что содержит природный циолит где есть микроэлементы но это конечно в будущем сейчас нам необходимо только лишь напросто орхидею лечить и до конца досыпаю архиату фракции 12-18 миллиметров до самого конца уложила ей архиату и также не стараюсь никогда в любых посадках не укладывать близко и рядом архиату у ствола подготовила для нее мог сухой замочила все думаю сейчас прикрою а нет ситуации абсолютно не то если есть можно было бы конечно но если я сейчас его сюда уложу соответственно мог он не только фильтрующий элемент и антисептик но он очень хорошо держит влагу не забывайте об этом а мне нужно чтобы у орхидеи внутри грунта ни в коем случае не было никакого застоя воды я не собираюсь ее повторно провоцировать именно на гниль пока я не увижу рост новых кореш очков мог сюда укладывать я не стану обязательно устанавливаю ей опору для того чтобы мне листик но это старые опоры от прежней посадки я изначально не с опором проработала спиртом но в моем случае это водка можно взять любой спирто содержащий раствор салициловый и с этой стороны я вижу что у меня если я сейчас установлю сюда опору у меня здесь есть корень аккуратно ребят либо вы отодвигаете сам корешочек либо стаканчик ноут я рядом между ними протиснулась вот так вот это будет у меня выглядеть теперь мои дальнейшие действия полив я буду совершать наверное через два-три дня потому что взаимодействие с корневой было взаимодействие шеи было и сейчас моя задача ни в коем случае орхидеи не переливать иначе вот эта гниль которая она здесь еще существует она может также в будущем прорастать обязательно лечение с фунгицидами постоянно в каждый полив я и буду давать моем арсенале если мне фитоловин помог но видите не до конца то более тяжелый это привикур также можете использовать фундазол конечно есть различные другие фунгициды но я использую только эти препараты могу вам их посоветовать как работают другие я конечно об этом не знаю потому что я с ними не работая так как фундазол у меня осталось крайне мало я его храню буду использовать привикур полтора миллилитра на литр воды вода для привикура должна быть обязательно прокипяченная профильтрованная если вы берете воду из под краном то он не сработает если даже отстойно все равно он не будет работать и потом не говорите что привикур это какая-то ерунда кстати был такой тоже вопрос один интересный у меня в комментариях лена а вот вы воду используйте кипяченую некоторые блогеры говорят о том что это мертвая вода но знаете ребят может быть она и мертвая но это будет намного лучше чем мы будем использовать хлорированную воду с различными примесями которая еще больше вредить нашим корням вот допустим если даже это мертвая вода то вы в эту мертвую воду можете добавить один полив допустим вы можете совершать обычно кипяченой водой 2 полив у вас какие-то стимуляции там что-то удобрения так что не всегда и не постоянно я также использую именно кипяченую воду но я всегда беру фильтрованную и кипяченую где-то 50 на 50 в различных пропорциях поливать я орхидеи буду только лишь методом пролива ни в коем случае не погружением иначе сам по себе сама по себе архиат она является влагоемкой и она будет держать много в себе воды мне это тоже не нужно буду лишь только проливать верхний слой все здесь стекает также мог он в себя будет воду брать следующий полив ровно тогда когда я увижу что допустим циафлора сухая мог сухой нет такого до что раз в 5 дней либо раз в 10 дней я всегда у здоровых у больных у всяких разных определяя полив только лишь по грунту и когда я увижу что у меня корневая система нормально начинается новый рост и с этого момента я прекращаю орхидеи давать именно фунгицид тогда уже буду давать стимуляцию насчет тургора я не буду ставить никакие сюда теплички и никакие спонжики вот ребят если честно почему-то мои орхидеи видимо правильные нормальные за ними уход нормальной реабилитации лечением они как-то вот сами постепенно но его восстанавливают единственное что можно да поработать эпином по саму по самому листу но также если я лечу корневую систему и я всегда лечу и листья то есть сюда добавляю превикур и значит превикуром буду именно листья обрабатывать со всех сторон вот такая ситуация случилась у моей орхидеи ребят конечно же пожелайте ей скорейшего восстановления не забывайте подписываться на мой канал и тогда я постараюсь научить вас ухаживать а главное как правильно их лечить и реанимировать всем всего самого доброго всем пока